Всем привет! Зима! Ночью было минус 25, а сейчас уже обед, 19 февраля сегодня, ну и сегодня будет рассказ от меня про то, как запустить у мороз мотоцикл, какие с этим связаны действия, на что я обращаю внимание. Вот, потому что зимой и летом и в любое другое время года, в общем, всегда нужно обращать внимание на какие-то свои действия, направленные на запуск двигателя. И поэтому, сами понимаете, что не все так просто в этой жизни. В этой жизни вообще не все так просто. Ну вот, в общем, я принес посуду под солярку, под масло. Тут мы можем посмотреть, как замерз мой любимый напиток. Мне ассистирует мой ассистент. Вот здесь у меня солярка. В общем, ночью было мыло, было, 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 было. Минус 25. Специально сейчас я расположился здесь у нас на солнце, потому что в тени холодно. Сейчас это где-то пятнаха мороза. Ну вот смотрим. Вот масло у меня новое, для моего форда купленное, синтетика. Но оно видно, что жиденькое. Но хоть и гуще стало намного, но все равно видно, что оно там болтыхается. Сейчас возьму вот это масло, которое у меня уже залито в коробке М8В. Оно рекомендовано заводом-изготовителем. И я слушаюсь рекомендаций и как бы исполняю их. Но сейчас будем посмотреть, что тут у нас за масло. Ну так вот, сейчас я на солнышко, чтобы было видно. Вот так вот. Как-то так. Наверное, вот так вот. Ого, да оно тут вообще густое, смотрите. Вон. Как это. Как мед. Как мед просто. Видите, вот капля, капля, мапля. Мапля, капля. Очень густое масло. Вот так вот оно выглядит. Смотрите. Ну это вообще. И вот это там сейчас у меня. Вот двигатели. Двигатели моей планетки. Вот это прекрасно. Вот. А там оно еще и уже хоженое. И туда попадал конденсат, потому что ездил я по лужам. По всему этому. Вот почему можно было ездить. Наверняка оно там в перемешку. С этим. С этим. С водой. С водой. И поэтому. Вот. Теперь мы должны понимать, что там. Вот. Сцепление. Все это вот. Коробка передач. Цепь, которая моторная. Подшипники все. Они вот забиты вот этим густым маслом. И там вот это вот все уже там очень, короче, круто там. Все. Как-то показывал недавно про дизель. Типа дизель зимою. Ну, сейчас посмотрим, что это за дизель зимою. Как оно вот вообще это все может. Ну, он у меня заводится в минус 22. Ну, вот такая солярка. Чутки она зимняя, да, действительно. Зимняя. Ну, в общем, как показывал, такая есть. Зелененькая, красивая. Вот. И очень хорошая. Ну, густая, конечно. Не без этого. Наблюдает специалист мой. По всем общим вопросам моим. В общем, дизель вот тот мой заводится. Минус 22. Без предварительных каких-то ласк. Подогревателя там нету. Догревателя тоже. Включаю. Свечки там сколько-то горят секунд. Немножко. И делаю фырьм. Ну, он там троит. Секунд может 5, 6, 7. Может 10. Подстраивает. Ну, какая-то форсунка там что-то плохо работает, может быть. Потом выравнивается. Все работает и работает. Ну, сейчас переходим к этому. К мотоциклу. Так. Ну, в общем. Нас-то условно можно назвать этими ненормальными мотоциклистами. Ну, или мы просто мотоциклистами, но не байкерами. Потому что мы зимой катаемся. А зимний период времени года. Он не предусматривает никак эксплуатацию мотоцикла вообще. Мотоцикл это летний вид транспорта. Ну, там весенний, осенний, летний. Для теплого времени года. А при отрицательных температурах ему даже эти самые, как бы эти конструкторы не велели работать. А мы берем и как бы пользуем. То есть, тем самым нарушая все законы вот этой вот, как она называется-то. Ну, религия правильная, так сказать, мотоциклетная. Поэтому, ну, неправильно это. Нельзя по холоду ездить на мотоцикле. Ну, естественно, чтобы запустить его в правильное время, то есть в тепло, когда тепло на улице, и то он должен быть условно-исправным. А уж, чтобы запустить его в холодное время, в года, вот как сейчас, например, мотоцикл должен быть не только условно-исправным. Ну, ну и помощник, в общем, у нас должен быть еще правильный. Это самое. Ну, в общем, уже холодно. Ну, на самом деле, солнце стало активно, и вот, минус 15. А, смотрите, водичка. Водичка уже тает. Сосунки сюда капаются. Желательно заливать какое-то масло в коробку более, ну, жидкое для зимней эксплуатации. Конечно, желательно. Потому что... Потому что, вы видели, оно там очень густое, и не только там что-то, чтобы работало, но оно чтобы запустить хотя бы и то. Вот... Ну, тут у меня хорошая компрессия. В общем, и провернуть. Вот я жму со всей этой своей страстью. Но не могу провернуть. Потому что там все сопротивляется этому, чтобы оборот сделать. И так же провернуться. Не проворачивается. В общем, мотоцикл должен быть условно-исправным. Что такое условно-исправный? У него должно быть все исправно. Свеча, валина, сжигание выставлено правильно, отрегулировано. Карбюратор чистый и наполненный бензином, естественно. Бензокраника, отстойник тоже, чтобы там воды не было. Потому что она там замерзнет, и все. И пиши, пропала. Бензин не будет поступать из бензобака. В бензобаке не должно быть воды. Потому что если она там замерзнет, тоже она перекроет доступ бензина туда ниже. По ходу движения не будет он поступать. В общем, воды нигде не должно быть. Потому что вода в отрицательной температуре. И в общем, она замерзнет, и все. И пиши, пропала. В подшипниках не должно быть влаги Потому что там тоже опять В коробке там тоже самое Но везде Аккумуляторная батарея Она должна быть заряжена И иметь правильную плотность Электролита Она должна быть исправна И в отрицательную температуру Она должна выдавать Все те же 12-13 вольт Иначе будет если меньше вольтаж Даже лампочки контрольные Вы увидите что включив зажигание Загорелась там у вас нейтралочка И это самая Типа лампа зарядки Отсутствие оной Загорается контрольная лампа Она будет гореть Она будет и от 9 и от 8 вольт гореть И вы это увидите что она горит Она не будет И вот это вот Не будет хватать этого вольтажа И он будет или плохо запустится Или вообще не запустится Очень-очень много зависит Именно от состояния Аккумуляторной батареи Ребята Очень сильно Нужно для запуска Еще как можно-можно бензина То есть подкачиваем Утопительным поплавка Чтоб потекло со всех щелей дыр Чтоб чуть ли не с глушителя закапало Обогатитель чтоб работал Чтоб у вас этот тросик поднимал Эту заслонку обогащения У нас же там специальный дополнительный Жеклер есть Обогатительный Для пуска Холодное Вот это вот Время этого года Прохладное Вот Обязательно нужно Это вот Чтоб все это сработало Потом нужно несколько раз провернуть Коленвал Чтобы там вот все это Хотя бы Значило шевелиться Вот Прокачать хорошенько Чтоб топливо Я как про топливо говорю Так чихаю постоянно Вот Потом Надо чтобы это все прокачалось Туда попало И только после этого запускать Хорошенько чтоб прокрутило Чтоб обороты набрало Чтоб компрессия все это сжало Вот Надо обратить внимание Чтоб у вас глушители Незамерзшая вода Там влага была Потому что вот видите Туда же может дождь попасть Там скопится вода Где-то в нижней части Замерзнуть Все Выхлоп у вас будет закрыт Поэтому вот я вот Видите как делаю Обязательно делаю Потому что без этого Если не сделаешь Что Спеши Пеши Пропало Тоже Вот Что так Кверху было Да Этим Сняшком Сняшком Кверху Ну вот Вот такие вот правила Бензин Бензин Мороз Он горит Очень плохо Ребят Он и так плохой Хоть и 92 У нас Вот свечку поливаем Тут вот Поливаем Сейчас свечка Полит Туда вон бензин попал Сейчас я Зажигалку грею Уже Сколько грею В кармане у себя Грею Зажигалку И зажигалка Может даже Не будет гореть Сейчас посмотрим Горит А бензин Свечки не загорается И Вот смотрите Вот бензин Полил Вообще От души полная Вот Загорелась А бензин То у нас с маслом Уже У нас Груктактная смесь Бензина Топливная Это самое Получается Он горит еще хуже Он Коптит Смотрите Как коптит И без этого Коптит Очень сильно Коптит Вот А с маслом То он еще Будет сильнее Коптить Что-то еще Хотел сказать Про это А Бобина Должна быть Исправна У вас Потому что Вот если Старая бобина Стоит Они как правило Уже начинают Сечь внутри Всекать искру И вот в этот Холодный период Плохой запуск Условия Там в цилиндре Там где Вот стоит Свечка Должна быть Искра Там плохие Условия Для Искрообразования И эта искра Там не будет Она будет Там в самой Бобине Проскакивать Где-то И все И вы будете Фыркать Фыркать И А искры Оказывается Там нету Выкручиваем Свечку Все Смотрим Искра На свечке Есть Когда ее Вкручиваем Там условия Уже Давление Вот это Вот вся Хрень Холодно Там Ей И опять Искры Там нету Вот Вот такое Бывает Очень часто Бывает Зависит Вот От Бобины И вот Бобину Нашу Бобину Была И оставлю У меня Бобина Здесь Стоит Тоже С этого С машины С Жигулей Здесь Контактное Зажигание У всех Моих друзей Контактное Зажигание В общем Если БСЗ Это уже Мне не Друг И вот Вот Так Вот Ну Сейчас Попробуем Запустить Поехать Ну Запустить Хотя В общем Давайте Я сейчас Попробую Прокрутиться Он То Прокрутиться Вот Включу Массу Ну Подключу Аккумулятор Посмотрим Насколько Горят Лампы Контрольные Чтобы Уже Точно Знать Стоит Нам Дальше Дальше Шевелить Все Это Платинут Насыпал Снега Себе Так Прекрасно Все Выглядит Хорошо Так У меня Вот Ключик Есть Бардачечи 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 Сейчас будем Бардачечи Открывать Посмотреть Ну вот такой у меня аккумулятор Такой стоит Включили И переходим сейчас К этому Контрольным лампам К зажиганию Так Включаем Смотрим Ну горит нейтралка Горит зажигание Загорается Видно Что загорит Будем надеяться Что как бы Хватит Этого вольтажа Теперь у нас Значит Мы должны Мне Мне никто не должен Мы должны Вам Показать Что Бензин потек Например Открываем кран Ну надо еще Бензин проверить Есть ли он там Да Что то Бултыхается Мотоцикл Если долго стоял То может Осесть масло Тут То есть Надо поболтать Там чуть-чуть Размешать Размешать Его Проверить Газ Не за Это самое Не замерз ли газ Вот Проверить Этот Подсос Не замерз Подсос Ну и все Это самое главное Сейчас Побултыхаем Помешаем Будем надеяться Что здесь Не замерзла Вода Если она тут есть Или Если она есть В карбюраторе Что не замерзла В карбюраторе Вода Вот Нажимаем Смотрим Я специально Шланг прозрачный Поставил Вот Чтобы было видно Идет бензин Или нет Идет Значит Карбюратор Бензин Поступает Вот он Тут Прямо Такое Видно Что Бензин Течет Ну и будем Его Вот так Вот Качать Специально Так Телень Кать Будем Чтоб По звуку Было Слышно Что Наполнился Карбюратор Более Глухой Звук Будет Когда Наполнится Стал По глуше И снизу Вот Снизу У нас Покапал Бензин Вот Там Покапал Значит Все Вот Мы Уже И палец У меня Он Сырой Мокрый Все В бензине Обогатитель Открываем Вот Так Вот Натягиваем На всю Потом Значит Нам Нужно Провернуть Несколько Раз И Желательно С открытым Дроссельной Заслонкой Сейчас Будем Трубывать Значит Там Еще Не Все Замерзло Вот Так С открытой Газу Даю И Втрекает И Желательно Не просто Чтоб Один Оборот А Вот Так С Размах Чтоб Он Там Прокачался Забыть Надо Выхлоп Открыть Обязательно Выхлоп Должен Быть Открытый Ну И Снова Там Ключаем Газу Потом Газ Отпускаем Ребята Включаем Зажигание Снова Смотрим Лампочки Горят И Уже Без Газа Пытаемся Несколько Раз Вот Как Делать И Главное Убираем Подсос Мотоцикл Может Заглохнуть Смотрим Появилась Лизарядка Потухла Лампочка Зарядка Есть Генератор Работает И Убираем Подсос Полностью Мы Немножко Держим Рукой Угас Ну Вот Это Обычная Планета Она Так и Должна Работать В принципе Вот Вот Такие Вот Дела Всем Спасибо Всем Пока